физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель сегодня в очередной раз уже в который поговорим на такую тему как база фундамент основные столпы если хотите или как у роберта киосаки квадрант для натурального тренинга это очень и очень важно и я знаю вы уже не раз от меня слышали это но повторение мать учения и мы же знаем что очень много людей которые постоянно приходят тренажерные залы как парней так и девчонок и сталкиваются вот со всей этой ерундой от фитнес бизнес индустрии когда их сажают в тренажеры попа махи маха попы потом люди удивляются почему у них нет результата и не только почему нет результата а еще и начинают обвинять в том что это только для генетических уникумов что может добиться результата только если сидеть на стероидах гормонах роста и других волшебных пилюлях но это не так и вы знаете кстати еще раз хочу поблагодарить всех за то что вы мои подписчики являетесь самыми умными самыми грамотными подписчиками и нас уже 100 тысяч кстати по этому поводу сразу же маленький подарок для всех кто хочет вступить сейчас мою закрытую группу в связи с тем что нас уже перевалило за 100 тысяч может это сделать не за 250 долларов а всего за 100 долларов время акции ограничено пишите мне вконтакте и я вам расскажу как это сделать итак друзья те кто смотрит меня давно знают уже прекрасно какие это будут четыре основных упражнения и для парней и для девушек мне опять у нас сообщают постоянно на телефон когда машины воруют у кого-то на летачку ладно вернемся к нашей теме 4 упражнения для парней и для девушек упражнения которые выполняя регулярно и даже если выполнять только эти четыре упражнения вы будете прогрессировать будете прогрессировать лучше и добиваться лучших результатов чем те кто работают в тренажерах выполняют кучу бесполезной изоляции в общем кто подходит к тренингу современному слушает своих инструкторов делает программы индивидуальные для каждого потому что все мы супер индивидуалисты и нам каждому нужна своя программа ведь если у меня жопа квадратная то мне нужно приседать так то а если у меня жопа полукруглая то значит нужно приседать еще как-то ну я естественно иронизирую вы это понимаете и если вы смотрите еще кого-нибудь другого блогера который опять таки настаивает на том что всем нужны индивидуальные программы к примеру виталия дана я бы с удовольствием подискутировал в прямом эфире на эту тему но почему-то никто этого делать не хочет а я вам постоянно говорю и утверждаю что если инструктор говорит вам что вы простой человек пришедший в тренажерный зал нуждаетесь в супер индивидуальном подходе к тренингу то это не инструктор это всего лишь вот этот самый выкидыш от фитнес бизнес индустрии который ничего не понимает но уверен что понимает и впаривает вам все это только для того чтобы рубить с вас бабло вы знаете я тоже тренирую индивидуально тоже беру за это деньги но друзья индивидуальный подход заключается в основном для тех и обращаются ко мне в основном те кто уже выступает на соревнованиях а те кто в основной своей массе начинающие или на среднем уровне в принципе получают одинаковые программы это не секрет и не потому что мне лень работать я вам откровенно говорю это потому что все мы с вами одинаковые и развивать силу каждому и в отдельности нужно одинаково ведь представьте себе просто такую ситуацию люди играют в хоккей футбол баскетбол не знаю во что в любую другую игру занимаются боулингом герлингом шахматами в общем вы поняли мысль да и каждому из этих людей потому что мы с вами все индивидуальные необходимо индивидуально разработать программу тренинга а на что должны быть обращены основные моменты тренера на что он должен обращать внимание вот здесь как раз таки выходит на первый план ваше телосложение но не к вопросу тренинга а к вопросу питания потому что все мы с вами действительно разные по конституции своей и вопросы питания они действительно индивидуальны но опять-таки основные базовые принципы в питании для всех одинаковые если свести их совершенно к минимализму то это меньше жрешь худеешь больше жрешь набираешь то же самое в тренинге если вы хотите иметь хорошую сильную фигуру если вы парень для вас для всех неважно это морфы и мезоморф или энтоморф действовать будут одни и те же базовые тренировочные принципы если вы девочка совершенно не важно какая у вас о-образная икс образная фигура на вас тоже все принципы тренинга будут действовать так вот это такое получилось большое предисловие какие четыре основных упражнения повторю вы все их мои подписчики прекрасно знаете это становая тяга приседания подтягивания и брусья и эти упражнения нужно делать не в одну тренировку в идеале вы развиваете свои тренировки на начальном этапе и даже если вы считаете себя уже на среднем уровне на две тренировки одна из них состоит из хорошего глубокого приседа и отжимания от брусьев вторая состоит из становой тяги и подтягивания естественно в одну тренировку можно делать голень сидя в другую тренировку делать голень стоя в идеале когда вы приседаете лучше делать голень сидя когда вы делали становую тягу делать голень стоя до тренировки делаете экстензии после тренировки делаете гиперэкстензии вот тот минимум друзья который поможет вам натурально тренирующемуся человеку и парню и девушке двигаться по этому пути оставаясь здоровым и самое главное улучшая свое здоровье улучшать свою фигуру улучшать свои силовые показатели ведь смотрите если мыслить логически чтобы добиваться чего-то концентрировано направляя энергию нужно как можно более узкую точку да если мы будем с вами расплескивать эту энергию и говорить конкретно о тренировках применять ее на очень большом количестве упражнений особенно когда вы новичок вы не то что не будете прогрессировать у вас не будет результата конечно результат какой-то будет почему потому что как новичок ваши мышцы ваше тело раз тренировано и в принципе любой грамотный безграмотный тренинг будет давать какой-то результат но безграмотный тренинг будет отодвигать ваш результат далеко потому что будет включаться перетренированность вы будете угнетать свою центральную нервную систему вы будете переживать по той причине что у вас не растут силовые показатели. А почему они не растут? Потому что херней страдаешь. Потому что все, если парни стараются сразу жать лежа, делать концентрированные подъемы на бицепс, причем все это делать в отказ, отказ убивает силу. А нет роста силы, нет роста массы. А когда ты еще слушаешь от уважаемых людей, что вес отягощения не важен, вообще крыша едет. Но как можно говорить, что вес отягощения не важен для роста мышцы. Конечно, я понимаю, о чем говорят эти люди, но это касается, друзья, исключительно тренинга на фармподдержке. Если вы натурально тренирующийся человек, то ваша основная задача становиться сильнее. Становиться сильнее для того, чтобы работать в массонаборных упражнениях с большим весом. Вот простой логический пример, который разобьет всю ту чушь, которую вы когда-либо слышали. Если нет, попробуйте в комментариях мне объяснить, может быть я действительно туп и не понимаю и ошибаюсь. Представьте себе себя. Вот конкретно ты, кто смотрит это видео. Неважно, парень ты или девушка. Делаешь ты приседания. Работаешь на 15 повторений в приседаниях. Хороших, качественных приседаниях. Скажи мне, как будет достигаться быстрее прогресс и в похудении, в избавлении от жировой прослойки, точнее, и в росте твоих мышц. Когда ты будешь приседать на эти 15 повторений с весом в 100 килограмм или ты будешь приседать на те же 15 повторений с весом в 150 килограмм. Неужели у кого-то может возникнуть какое-нибудь другое мнение? Ведь все вы сейчас наверняка здравомыслящие, адекватные люди улыбнулись и понимаете, что даже сам вопрос просто тупой, реально тупой. Так как назвать тренера, уважаемого человека, который вам говорит, что вес не важен? Конечно, очень важно, насколько серьезно ты подходишь к выполнению упражнения. Но скажите мне еще на такой вопрос. К какому рабочему подходу вы подойдете более настроенным? Да даже не так, давайте так. К какому подходу вы подходите с большим концентрацией, с большей концентрацией внимания, настроем к разминочному, любому разминочному или к реально рабочему уже подходу? Опять-таки, да, ответ очевиден. Естественно, на разминке мы, в принципе, кайфуемся. Но когда подходим к серьезному весу, неважно в каком упражнении, мы мобилизуемся, мобилизуются все наши системы, мы концентрируемся. Если сидели в телефоне по дурости, то убираем телефон, не слушаем никого и стараемся настроиться на подход. Почему? Почему? Задумайтесь, ответьте для себя, почему? Да опять-таки, потому что в одном случае, когда вы разминаетесь, вес для вас, маленький, несерьезный. Естественно, вы, ни подсознание, ни ничего в вашем организме не заставляет вас мобилизоваться, настроиться на этот рабочий подход. А когда вес серьезный, другая ситуация. Понимаете, здесь все настолько просто, элементарно. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Приседания и тренажер. Жим ногами или любой другой тренажер возьмите. Где ваша психика и опять-таки концентрация внимания, мобилизация будут максимальны? В тренажере, в котором вы ляжете, комфортно расположившись, где отключатся все мышцы стабилизаторы или когда вы подойдете к стойке, на которой лежит штанга с определенным весом. Все очень просто. Нужно в жизни и в спорте всегда идти от простого к сложному. Не наоборот. Если вы будете поступать именно таким образом, то любое ваше начинание будет успешным, продуктивным и вы будете получать от этого удовольствие. Друзья, займитесь силовым тренингом, получая от этого удовольствие. А как это сделать? Это нужно постоянно-постоянно пытаться прогрессировать. Но поверьте, именно только на начальном этапе и немножечко на среднем это настолько реально заметно и постоянно идет прогресс. Бросьте силы. Естественно, укрепляются мышцы. Естественно, при грамотном питании уходит и жирок. Начало пути – это самое важное в нашем движении. А если вы распыляете свои силы, внимание, концентрацию, мобилизацию на огромная куча изолированных упражнений, вот на кучу этого говна, извините за выражение, серьезно. Как бы я не уважал тренажеры, но как сейчас перевернулся мир с ног на голову, просто перестаешь нормально к ним относиться. Вот реально, когда я только начинал тренироваться, у нас были ржавые штанги, лавки, гантели, минимум тренажеров. И мы мечтали о тренажерах, думали, что суперские тренажеры, как и спортпитание, помогают расти. Да нет, друзья. Имея штангу, гантели, турник, брусья, можно накачаться гораздо лучше и выглядеть лучше, чем любой вот этот дрыщ, который умирает в тренажерах. Либо мастурбирует эти свои бицепсы концентрированными сгибаниями в 5 килограмм с гантелькой, при этом обмотавшись весь бинтами и затянувшийся в пояс. Просто смешно. Реально вызывает у меня чувство нервного смеха. Не было бы это так смешно, если бы не было так печально. Нужно переворачивать этот мир, эту неправильно сложившуюся ситуацию. Нужно ставить на место этих тупых тренеров, которые сейчас каждый себя мнит тренером, инструктором. Не будем, ладно, говорить о профильном высшем образовании даже, но люди не имеют даже здравого смысла. Мне пишут, что сейчас в российских залах некоторых убирают даже экстензии для спины. Ну, вы все называете это гиперэкстензией. Неправильно. Это экстензия, когда ноги закреплены, а корпус наклоняется. Это называется экстензия спины. Так вот, убирают даже эти тренажеры, мотивируя и объясняя тем, что это вредно. Кроме как, я не знаю даже какую эмоцию это у меня вызывает. Это просто, просто жесть. И люди даже не знают, что такое гиперэкстензия. Люди не понимают важность этого станка. А если бы, к примеру, стоял выбор между огромным количеством станков, я бы отказался от большинства. Я бы отказался от всех кардиостанков, но поставил бы экстензию и гиперэкстензию. Потому что это залог нашего здоровья, поясничного отдела позвоночника. Кто это понимает, тот это понимает. Но понимаем мы это, к сожалению, только через собственную боль, собственные ошибки, собственные травмы. В принципе, со мной произошло то же самое. Я имея... Извините, прервался этот звонок, звонил. Так, на чем я остановился? В общем, у меня в зале в России тренировалась сборная России по пауэрлифтингу. И там у них был такой сборный станок. Гиперэкстензии. Как раз когда корпус неподвижен, а двигаются ноги. И когда мы делали ремонт, мы просто этот станок срезали и выбросили. Я тоже тогда не испытывал болей и как-то не задавался вопросом. Тоже думал, что это просто какая-то прихоть. Хотя тренер очень сильно расстроился, президент федерации сильно расстроился. Я тогда не понимал почему. А теперь понимаю, потому что это единственная профилактика и это единственный станок, который делает декомпрессию, который декомпрессионно действует на позвоночник. А все остальное, чтобы мы не делали, это компрессия. И это нужно понимать. Так что, друзья, мальчишки, девчонки, сократите свои тренировки до минимума. Направьте все свои усилия на развитие силы при грамотной технике. Через какой-то определенный промежуток тренируйтесь в режиме разных повторений на разную, на одни и те же мышечные группы. К примеру, сегодня, если вы тренируете ноги и грудные мышцы, отжимаясь от брусьев, делайте на, скажем, если вы парень на 5-8 повторений, то в следующий раз делайте на 10-15. Это такая будет мини-периодизация и она будет помогать разгружать центральную нервную систему, что будет очень положительно сказываться на общем тонусе и на всем прогрессе. Но делайте это только где-то через 6-8 месяцев начала ваших силовых тренировок. Становитесь сильнее, хорошо питайтесь, грамотно восстанавливайтесь, спите минимум 8 часов ночью, по возможности отдыхайте 15-30 минут днем, неважно даже, если не будете засыпать. И вы увидите, что через год вы будете мощным, большим, сильным парнем. А если девушка, ваша фигура станет очень подтянутой, женственной и сексуальной. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно меня слушать в очередной раз. Мне очень приятно, что вы смотрите мои ролики, доверяете мне. Огромная благодарность тем, кто пишет комментарии. Если вы с чем-то согласны, пишите комментарии, ставьте лайки. Если не согласны, что для меня еще более важно, ставьте дизлайк и пишите, с чем вы не согласны и почему. И мы с вами подискутируем, возможно, даже снимем на это отдельный ролик. Так что, друзья, всем пока, увидимся в тренажерном зале, а я сейчас еду тренировать спину. И, конечно же, будут присутствовать подтягивания, экстензии и гиперэкстензии. Всем пока, спасибо, что смотрите. Вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от 5% Ричпиано. Чего здесь только нет. И защита суставов, и стимуляция выброса гормона роста, напиток перед сном, и различные формулы, которые еще не знаю. Естественно, БЦАшки различные. Реалфуд. Это я, чередуя с бананом, ем после тренировки сразу. Защита печени, органов, менталити. Но это я буду употреблять, использовать перед хоккейными матчами для концентрации. И вот давно мечтал попробовать яичный протеин. Кристаллизованный, чистейший вообще. Отличная штука. Один из лучших источников белка вообще, в принципе. Такие вот штуки много. Видите, не знаю, насколько мне хватит. Самому интересно. Потом как-нибудь расскажу вам, почему я взял Ричпианоское и как грамотно вообще сочетать какие продукты с чем. Что можно пить, что нельзя.